Подрядчик, выполнявший работы по строительству забора 109 детского сада, сорвал сроки. Теперь 250 детей вынуждены ходить в другие детские учреждения Дзержинского района или сидеть дома. Почему остановилось строительство, когда рабочие снова выйдут на объект и насколько быстро малыши вернутся к своим воспитателям, узнал мой коллега Алексей Машков. Строительство нового забора в 109 детском саду, мягко говоря, затянулось. По условиям цифрового аукциона от 21 июля подрядчик должен был закончить все работы 4 сентября. С исполнением обязательств по контракту возникли проблемы, в результате чего на одной стороне учреждения так и осталось стоять старое ограждение, а на другой успели вкопать лишь желтые столбики. Находиться ребенку здесь небезопасно, поэтому было принято решение направить детей в другие детские сады Дзержинского района. Дефектолог вот с речью занимается специально, вот им за что перевели в этот садик, мы раньше тоже в другой ходили, а в том садике никто с ним так не занимается углубленно, что речь не развивают, никаких этих нелогопедов, ничего нет. Получается, просто в садик ходят и ходят. Кто-то детей по возможности оставляет с бабушками или берет отпуск за свой счет, но при этом вернуться в любимый садик хотят все без исключения. В принципе страдают, конечно, дети. Мы как представители, законные их представители, мы их должны защищать. Что по итогу получается? Ну что вот, что я могу ребенку сказать? Ну посиди еще дома. Да, у меня ребенок сейчас ходит в 69-й садик. Да, нас там приняли очень хорошо, но ребенок-то страдает, он ждет встречи со своими и ждет своих воспитателей. Мы хотим ходить в свой детский сад, к своим воспитателям, со своими детьми. И из-за того, что какой-то недобросовестный подрядчик нам вот это вот все устроил. Естественно, мы против, естественно, мы возмущены. На данный момент подрядчику направлено решение об одностороннем расторжении контракта. По законодательству теперь у него есть 10 дней на то, чтобы выйти на объект и завершить работы. В противном случае его занесут в реестр недобросовестных поставщиков услуг. В рамках 44-го федерального закона 10-дневный срок мы должны выдержать. В случае, если подрядчик работы не завершит, то, соответственно, у нас в соответствии с 44-м, опять же, федеральным законом, мы предлагаем второму участнику закупки эти работы произвести и завершить в кратчайшие сроки. Второй участник закупки у нас имеется. Новые сроки исполнения будут максимально сжаты, чтобы дети смогли вернуться в родной сад как можно раньше. Алексей Машков, Денис Кауров. Главные телевизионные новости.